Девушки отдыхают Добрый вечер всем, добрые зрители доброго канала. С вами Наталья, волонтер бездомных животных и приют Твари Добровых. Девушки отдыхают Уважаемая моя большая семья, в очередной раз обращаюсь к вам с просьбой нам помочь, помочь купить еды. И завтра, как всегда, среда, и, к сожалению, все на этом заканчивается. Ну а сейчас, да, сейчас вот я именно обращаюсь к вам с просьбой нам помочь в еде. Сложно. Последнее время почему-то очень все сложно. Я понимаю, что и больные животные, как бы присутствие постоянно больных животных, и приют тоже не уменьшается, а растет. Вот сейчас и у мамки со щенками, как бы стабильно каждый день пачка молока, это тоже 60 рублей. Ну я всегда все в общую сумму складываю, но как бы это получается все всегда. Все равно финансово затратно. Мишка, Мишка, приехали с Мишей в клинику, да, мой солнышко? Сейчас, мам, покажу тебе, врачам, ладно? Миш, не переживайте так, все будет хорошо. Сейчас Миша лечится, спасибо, кто там скинул Миши на манипуляции. Куплены тоже все ему лекарства. Не бросаю, как всегда говорю, бездомышей. Похолодало, но я нашла хороший вариант. Кстати, я рубочки занесла ребятам в дома, поэтому теперь мы вообще живем, наверное, в самых шикарных условиях. Спасибо опять, что вот за забор, за будочки. Кстати, очень-очень тепло у них там, когда будочка стоит в доме, вообще прям очень... Нам очень понравилось. На удивление руку протягиваю, да, туда вот во внутрь будки. Ну, там прямо очень-очень хорошо. Вчера также будочку я поставила и Мишане в домик, и он прямо стал счастливый, довольный. Вот, закончилась все моя перевозка будок. Но планирую еще, конечно. Будок 5 нам надо бы сделать в зиме. Купить, как я и ранее говорила в предыдущем ролике, обязательно нам надо купить сено. Сено, да, я говорю, заканчивается. Ну, и, конечно, еда. Еда – это самое важное, что спасает собак в морозы. Без еды нам, ну, никак, вы понимаете. У нас 68. Плюс, если брать во внимание бездомовшей, их тоже достаточно много. Так как в четверг нам ехать с Клепой в биоконтроль, нас записали. Все, кто переживает за судьбу Клепушки, говорю вам всем, мои дорогие, что в четверг мы едем в биоконтроль. Все видео, все фото будет по мере наших лечений, манипуляций. Снимем обязательно дорогу до Москвы. В следующем ролике обязательно покажем вам Клепушку. Молодая пара, которые скинули пост подслушанно, они нашли щеночка. Они знают 100%, что это этот щеночек, потому что об этом говорил весь город. История действительно из ряда вон выходящая, что люди уже кидаются, едят собак белым днем. Это, конечно, страшно. И попросили помощи со щенком. Сегодня я Клепочку забрала, так я решила назвать малыша. Это малыш, это совсем щенок, это маленький ребенок, который в своей жизни уже перенес самое страшное в своей жизни, что может только быть. Ну, вот у меня, честно, у меня нет слов. У Клепы, У Клепы. Еще хочу поблагодарить в данном ролике Ивану, подписчицу из Израиля, которая переводила нам финансовые средства в помощь стерилизации и кастрации на якутят. Также я хочу к вам обратиться, мои дорогие, моя большая дружная семья с канала. Нас уже тысячу с лишним подписчиков, но у нас нету доната. У нас, к сожалению, не хватает просмотров, 700 часов просмотров. И, конечно же, у нас не хватает комментариев. Чем больше мы просмотрим видеороликов, и чем больше вы, мои хорошие, мои любимые, мои дорогие, напишите комментариев, тем это будет лучше для нашего развития канала. Если число просмотров увеличится, то мы сделаем монетизацию канала. И тогда хоть какие-то копеечки после монетизации канала начнут капать на нужды приюта. То есть мы сможем эти денежки тоже тратить собачкам на стерилизацию, на питание, ну то есть на такие нужды, которые нам всегда необходимы. Я очень вас прошу каждого, пересматривайте старые ролики, уделите в день, ну хотя бы 20-30 минут для просмотров наших роликов. Нам очень нужна именно монетизация канала. Но, но не хватает часов просмотров. И очень прошу вас, да, пишите комментарии, ставьте лайки, потому что говорят, если за сутки собрать 500 комментариев, то данный ролик может попасть в топ лучших роликов. А за это тоже есть какие-то денежные вознаграждения. Тогда уже мы сможем ставить рекламу и получать хоть какие-то лишние средства с канала за рекламу. Я очень к вам обращаюсь, мне очень хочется, чтобы побыстрее как-то все это заработало. И также эти финансовые средства нашли бы на карманы вкусняшки ребятам. Мне очень хочется к Новому году наготовить ребятам, купить, ну пока это в моих мечтах, куриная печень. Мне предложили по 96 рублей за килограмм куриной печенки. И наварить зайкам на Новый год, конечно же, очень хочется вкусных каш с печенкой. Ну, пока мы только об этом думаем, мечтаем. Если, конечно, вы нам поможете, мы будем очень-очень-очень рады. Я еще на Яндекс.Маркете заказала корм сухой, опять же, по акции. Сегодня вот, к сожалению, должны были доставить, сейчас, перед Новым годом, что на Вальбресе, что на Яндекс.Маркете очень загружено все и как бы все поставляется, но все с большими-большими задержками. Поэтому я хочу, чтобы каждый и каждый из вас помог нам в осуществлении всех наших планов. Ну, к Новому году, надеюсь, я, наверное, опять, как всегда, буду просить вас за помощь, ребятам и вкусняшки, но это же Новый год, да, и праздник у них никто не отменял. Все новости о Клепе, о том, что происходит у нас в приюте, смотрите, будьте с нами, смотрите с нами, оставайтесь с нами, мы очень вас любим, ценим каждого, и я очень-очень всех душевно вас благодарю, что вы со мной. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта творить добро, Наталья. спасибо вам огромное, спасибо, что вы есть и спасибо, что вы со мной. Поэтому я обращаюсь к вам, мои дорогие, уважаемые, моя большая дружная семья, я очень обращаюсь к вам и, как всегда, надеюсь только на вас, на вас и на то, что Боженька нас не оставит, вы нас не оставите, вы нам поможете собрать финансовое питание. еще раз всех с прошедшими праздниками, с Днем волонтера, все мы в какой-то степени волонтеры, потому что мы помогаем, спасаем, вы присылаете финансы, тем самым помогая бездомным животным. Поэтому все мы в своем кругу, все волонтеры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok